Сдаваться не намеренно. Марина Таубер заявила, что если Бельский суд примет ходатайство Центра избиркома о ее исключении из кандидатов на выборах мэра, она обратится в вышестоящую инстанцию и даже готова организовать протесты. Ни президент страны, ни ЦИК, ни один другой орган не решает, кто будет управлять тем или ином городом или населенным пунктом. Но у нас все возможно, правда? Прежде всего я хочу вам сказать, что мы обязаны вернуть вам город из рук этих преступников. Я по-другому не могу их называть. Действия Центра избиркома прокомментировали в партии действия «Солидарность». Пресс-секретаря Орик Жордан заявила, что политформирование ожидает решения суда. Она подчеркнула, что ПДС поддерживает свободные, корректные и прозрачные выборы, однако закон должны соблюдать абсолютно всем. В администрации президента отказались комментировать высказывания кандидатов на выборах. Марина Таубер добавила, что надеется на профессиональное и справедливое решение суда. Политик объявила, что будет бороться против захвата госучреждений правлением ПДС и президентом Майи Санду. А для того, чтобы судьи приняли законное и справедливое решение, нам нужно бороться за это. Разными способами. Мы должны проявлять свою волю и не давать никому топтать ее. И если надо, давайте будем выходить на улицы и бороться за наши права. Другой депутат партии «Шор» Денис Уланов заявил, что вчерашнее заседание Центра избиркома было ничем иным, как политическим вандализмом. Уланов добавил, что ожидает реакции внешних партнеров на нарушения, допущенные Центральной избирательной комиссией. Напомним, перед тем, как шестеро из восьми членов ЦИК проголосовали за аннулирование регистрации Марины Таубер в предвыборной гонке, депутаты фракции «Шор» и десятки сторонников избирец протестовали перед зданием учреждения. Они требовали не воровать их голоса и не исключать Таубер после победы в первом туре.